Клиент хочет персональный сайт, все фотографии ужасного качества, либо групповые, которые на сайте разместить невозможно, уродуют максимально. Прошу клиента обратиться к фотографу, сделать несколько фотографий непосредственно для сайта обработанных. Клиент не хочет, говорит, делайте из того, что есть. Как решал такие ситуации фотографии очень плохого качества? Ну, суть вопроса вы поняли. Как я решаю? Ну, у меня такое редко бывает, но когда бывает, особенно с фотографиями, да, это знакомая тема, то я обычно как делаю? Можно прописать условия в договоре, что клиент предоставляет контент. Это не можно, а нужно. И у меня это в договоре прописано, что клиент предоставляет контент, на который нет авторских прав третьих лиц. Да, во-первых, такая формулировка. Плюс, если он плохого качества, то вы делаете как есть. Да, то есть, ну, нет других фотографий. Как вариант взять фотографии из интернета, с фотобанка. Но это нужно прописать в договоре, потому что вы будете брать из интернета, это чужие фотографии сразу же. Да, то есть, это не ваши фотографии, это чьи-то. Вот, поэтому с фотобанка можно купить. Клиент должен быть готов оплатить. Если это фотографии их личные, там, какие-то персоны, да, там, ну, они как там выглядят. Ну, как, они как люди там, да, то есть, там уже показать компанию, либо там директора. Такое вы не скачаете. Соответственно, размещаете плохого качества. Просто не ставите на этом сайте свой копирайт. Ну, если он выглядит позорно, да, естественно, не ставьте свой копирайт ссылкой на ваш сайт. И не давайте никаких гарантий на корректную работу сайта. Потому что, ну, сайт с плохими фотографиями, он, конечно же, будет работать, но он не будет, например, конвертировать. Либо он будет, да, зачастую даже, наверное, поисковые системы, конечно, тоже смотрят на качество картинки. Если там ужасное качество, я думаю, что они этот сайт будут пессимизировать. То есть, они его будут понижать в выдаче, и там ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, поэтому делайте, как клиент говорит, эту работу себе не присваивайте, если она ужасно выглядит. И все, никаких проблем здесь нет. Делайте, как хочет клиент. Если клиент платит, мы делаем. А вы знаете, сколько у меня таких сайтов, которые стыдно показать? Ну, много. То есть, у каждого, как, я не знаю, как эта поговорка звучит, да, там, у каждого дизайнера есть свое кладбище сайтов. Вот у меня это кладбище, оно нормальное. Наверное, столько же, сколько и сайтов, которые я показываю. Потому что, ну, зачастую сложно показать сайт, где клиент сказал, здесь сделай покрупнее, и все на красном фоне. То есть, мы делаем для слепых посетителей магнита. Ну, я такое показывать не могу. У меня был интернет-магазин, мы его сделали. Все классно настроили, без дизайна, так, на живую сделали. Ну, симпатичный сайт был. Дали клиенту доступ. Ладно, мы там успели скриншоты снять хотя бы. Или копию сайта мы сделали, но не суть важна. Я захожу через день-два, все по-другому. Он все поубирал, какие-то баннеры свои вставил. Вот эти, знаете, баннеры, откуда-то как будто из газеты вырезали, они замыленные прям туда. То есть, все, я, покуда был доступ, я снял копирайт свой с этого сайта. И все. Он еще потом мне писал, спрашивал, а как тут, что случилось, у меня тут пропало. Как сделать обратно? Я говорю, не-не-не, все. Дальше, больше мы с вами не работаем. Как генерить домены по 50 штук в минуту? С помощью чата GPT, например. Я тут все пытаюсь записать курс. Скоро я все-таки запишу по чату GPT. Там копятся темы. Мне накидали много информации. Будет курсик небольшой. Может, уроков на 10. Где я буду рассказывать про чат GPT, как с ним работать. Именно для разработчиков сайтов. Как там контент генерировать, как тексты правильно с ними работать. Там и про домены будет. То есть, это все я покажу. Там определенный алгоритм. Сейчас это не тема для этого стрима.